Ребят, всем привет! Сегодня я поехала с мамой за Кирой в школу. Привет! Там вон сидит Дан с Кирой. Тоже забрал Киру. Вот, и мы сейчас со школы едем куда-то по делам. Вот такие вот у нас краны. Ну да, надо рыночить. Куда-то по делам. Вот, Андрей сегодня поехал на подол, тоже по делам. Вот, поэтому я решила дома не сидеть и решила присоединиться к маме и забрать Киру из школы. Где ты? Он ее очень ждал, воглядывал. Нянька пропала в школе. Да, он просто привык уже за лето, что Кира и его нянь сегодня. Но он просыпался днем, и мы звонили Кире, и Кира быстро приходила к нам. И он был очень счастлив, что она приходит. А тут он проснулся, а Кира не приходит. И едем, а он вообще такой поникший, такой грустный. И как только он видел Киру, типа, вот она, ну наконец-то! Да, вот она, любовь! Теперь с ней сидит. Триториусы к ней ручкой сидит с ней, кайфует. Так что такие вот дела. Да сегодня уже как-то так, прохладненько, достаточно осенний ветерок. Хотя солнце печет, потому что если на солнце встать, он и печет. Но сам ветер очень холодный идет уже. Поэтому мы с ним все такие модные. Дан там не видно, но он в джинсах, в кофте. Он очень круто сейчас выглядит. Это просто нужно, если, пока он не прописался, не отписал эти джинсы, надо его заснять, показать, как это красиво выглядит. Может даже получится его сполкать, чтобы осталось на память, как красиво ребенок в таком возрасте выглядит в джинсах. Вот, короче, будем ехать сейчас. Смотрите, какой модный мужчина в джинсах, в кроссовках. А Кира в анонимусе. Вообще красавчик. Да, девочки, он, как всегда, у нас в мультиках и планшете. Представляете? Какая ужасная мать. А мы тут уже, кстати, давно дома. И я не помню, показывала я букетик, который мне принес вчера Андрей или нет. Смотрите, не вчера, позавчера. Не, вчера поздравил меня так с первым сентября, с начала осени. Очень пахнет, очень красивый. Мне прям очень нравится. У нас с ним не нравится. Андрей пришел забирать, только что доставку с этого, с ракеты. Я тут как динозаврик бежала. Пойдем туда, в кровать. Так забирай заказ. Ну, сейчас, на обувь поставлю меня. Мика, главное, летит, как будто бы это ей. Отжимать у ребенка не будем, этот ноутбук? Нет. Ребенок, тут картошечка. Ну, я поставила на нас двоих. Нормальный человек. Вообще, прикиньте, поставила на нас двоих эту. Сын, приходи, тут картошечка. Давай. Кстати, тут вылазит через овечку сам. На кровати. Картошечка фри здесь. Да, фри. Наши картошки, ладно, дайте. Не даешь тебе? Пойду отниму. У него ноутбук. Тыщ, 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 тыщ. Он все равно пришел, будет с нами на камень. Короче, мы заказали, так что на ужин себе. Убег-тостим меню два. И будем ужинать. Дан отнимает, он, где картошечки. Садись, человечек. Ой, прости. На папину ногу. Отлично. В общем, будем сесть в вивку, купляться в кровати и кушать. Всем привет, а мы сейчас едем на прививку вторую от коронавируса. Дан уже куртёхи свои, которые мы ему выкупили в прошлом году с Микки Маусом в этом. По скидке в Смике. В джинсе. Короче, вообще крутой пацан. Знаете? Едем вакцинироваться, вторую делать вакцину, потому что мы сделаем вторую вакцину. И потом через две недели после неё мы сможем получить этот, как это называется, сможем получить сертификат о вакцинации, что позволит нам путешествовать без этого, без вот этих всех тестов. Вот. И вдруг потом будет какой-то супер карантин. Я думаю, именно вот эта вот штука. Этот наш, как это называется? Вакцинация, я думаю, тоже будет давать какие-то свои плюсы в карантин. Вот. Поэтому мы её делаем чисто для себя, чтобы она была, чтобы предостеречь себя от всяких ограничений, которые могут появиться. Мы тут терпаем дном за уши. По этой стороне. Это нужно ехать по той. А? Ну, вы что, конечно, терпанули. Это. В общем, едем. В общем, в этот раз мы не опоздали, приехали даже раньше. Поэтому отправляемся пока прогуляться минут 10-15. Смотрите, какой омоднявый мальчик мой. Красавчик. В общем, будем гулять. Да? О, вот от кого у него эта губа. А ну ещё раз. Ещё покажи, пожалуйста. Я у тебя губа. Не покажешь, да? А мы приехали. Уже забрали Киру со школы, приехали домой. В общем, купили. Заехали с мамой в Новос. я вот купила арбуз бостон и желтый арбузик два маленьких малышонка скушаем воды блок обычный и блок для дана 5 литровый купила андрея хлебушу купила виноградик купила нектаринки купила данные творожки уже съел купила смузик купила печенье господи меня так кассирша взбесила в новости это просто какой-то кошмар грушу купила кстати сейчас ее помоют это кассирша слышите начала творожки да она взяла и просто тупо берет и каждый творожок они по два я себе набрала удобно потому что дан съедает два творожка за раз всегда да то есть когда бы он был не был голодный он всегда съедает с удовольствием два творожка молоко купили короче она берет тупо каждый творожок разрывает я говорю женщина зачем вы разрываете можете типа мне не разрывать не так они же расставили нет так давайте блок воды разрежем мама говорит так давайте может быть огурцы с помидорами нарежем я очень сильно взбесилась это не совсем нормальное ее поведение было хочу помыть фрукты и выложить на тарелку на блюдо чтобы мы скушали почему так не скушаем если кстати я записала дана в дурло мы идем скоро на пробное занятие на следующем деле я очень рада и очень волнуюсь называется ранний старт это группы где как-то отрили по 4 человека в группе в нашей группе сейчас три человека 1 1 и 8 2 1 и 10 ну а нашему данулику 16 но будет уже скоро 17 но все равно мы считаем от 1 и 6 вот так что я очень довольна сначала у нас типа с года до двух с года нами от года до двух это называется группа ранний старт вот и с двух до трех лет идет как занятия занятия ну там можно и больше занятия ну то есть хоть и старшего ребенка будет там четыре года в пять я думаю шесть уже надо отдавать на подготовку вот поэтому мы идем на ранний старт для того чтобы уже с дня рождения прийти на эту постаршую группу чтобы потом подготовиться и перейти ну то есть все равно она сказал что в садик возьму только с двух двух с половиной смотря как ну по развитию будет готовлю ребенок оставаться сам ну вот но вот это старшая группе это типа подготовка к садику потому что мама уже не идут на занятия мамы сидят ждут первое время а потом если все окей если никаких не возникает у ребенка вопросов то маму можно отпустить на эти два-три часа магазин поэтому я очень этого хочу чтобы мы уже начали ходить получается в месяц 8 занятий давайте подробно расскажу во блоге когда мы пойдем на этот ранний старт буду рассказывать там всю информацию что я вам сейчас выдам информацию а тогда во блоге что мне повторять дублировать я в принципе вам и так уже все рассказала но там сразу знаете я продублирую всю информацию на более подробно вот чему в общем я очень радуюсь и сама волнуюсь потому что я вообще не понимаю как это будет данный у нас просто такой мальчик он коммуникабельный но не всегда но он не супер коммуникабельный то есть опять же такие типа когда мы в какую-то новую компанию приходим данному это не нравится он плачет его нельзя трогать вот но некоторые находят с ним вообще язык ну насколько я знаю там не будет вопросов там они это очень даже хорошо умеют делать вот поэтому мое все переживание связано только с тем что если будет истерика но там же не один дан будет как я буду решать этот вопрос потому что я с таким еще не сталкивалась это вызывает во мне бурю волнение и переживание вот у меня есть такой отличный плюток как раз выложить помытые фрукты как я вам говорила так устала так устала так дан поел только его надо переодеть но пока ребенок очень заинтересован а там солнце такое на него светит ужасно такое на самом деле бесполезная мочи винограда потому что вода вот реально водой ты ничего не сможешь и это так глупо смывать виноград ты же его даже минуту не потрешь кто-то нашел рисик или что это рисинка да рисовой суп смотри вот андрей на работе таксует будет дома вечером а к нам сейчас придет Кира в гости потому что ей уроки делать сегодня не надо сегодня пятница выходной для данной вообще не понятно где его Кира и почему она не приходит к нему но сегодня так по геройски поехала ее за игрой потому что он уже предполагал что он едет в правильное место за нужными ему людьми за нужными ему людьми вот когда мы пришли Кира вышла он уже расцвел как квиточка от того что пришла Кирочка его любименькая да да твоя Кирочка любименькая сейчас она придет тебе в гости и будете с ней играть вот короче ребята забудьте о режиме не знаю мне стало очень в лом поделать не сложно ну дам бы ложился спать вовремя все было бы окей просто я перестала запариваться уже на этот счет он стал такой старший я так поняла какое наслаждение утром поспать до 9 а не в 6 просыпаться и я поняла что он в принципе он и раньше не мог так поздно ложиться как он ложится он уже в 9-10 в истерике был от того что он спать хочет я с темы на темы бегаю это просто разная всякая информация это я только что просто подумала про то какой же кайф сейчас когда Дан так долго спит до 9 утра до 9 вы представляете 9 это счастье я его просто ложила раньше в 9 потом мы перетянули в 9-30 потом мы перетянули в 10-30 потом мы перетянули в 10-30 потому что он вообще не ну то есть видно что он не устает за день то есть уложить его уже так рано было сложнее сложнее и сложнее ну сейчас не сложно он в 10-30 уже третий глазки хочет спадки но мы пропускаем это окно не успеваем и он потом перетянули и потом он в 11 хочет спадки мы идем мыться в 10-30 и к 11-ти ну когда то как получается вот например вчера он в 11-30 уснул потому что в 10-30 мы пошли мыть его а Андрей пошел с ним в ванну что зай ты виноградинку пришел и бьет мне виноградинку виноградинка упала на пол чтобы вы понимали ну это ж сын кормит самая вкусная виноградинка сынок спасибо что не Микин корм который ты сейчас там перерываешь все вот такое у меня блюдо получилось теперь надо его помячить чем я сейчас и волнусь но судя по запаху займусь я сначала подмыванием прекрасной пахучей попочки короче по поводу горшка хотела с вами поделиться о своей ситуации думала я думала про этот горшок во первых жду я 1,8 потому что все врачи говорят что ну и врачи и вообще детские психологи говорят что ребенок начинает понимать и ну то есть самый лучший возраст для приучения горшка это 1,8 с этого времени он начинает понимать что он писает что он хочет замечать короче пока я думаю так мы будем ждать до 1,8 пока мы будем ждать до 1,8 наступит наших 1,8 и я буду думать хочу я учить горшок ходить или нет потому что ну если я буду видеть что он нормально учится мне корм не надо зайка я не ем корм ты что смешной а если я буду понимать что я не могу его научить ходить на горшок я этим начну заниматься если я увижу что у нас все к этому идет и он понимает и это все без истерики и сложностей для меня вот я думаю да ну проще видеть рядом спокойно адекватную маму нежели сбешенную маму у которой не получается научить ходить на горшок вот поэтому будем думать будем смотреть и если что учиться если нет то я уже напоминаю уточняла у джерла мне сказали не проблема но учат наверное сейчас в меня посыпется куча хейта но я привыкла быть откровенной и вот если я такая мама я считаю что мне все равно сколько он пойдет не в подгузник для меня это вообще не трагедия и не проблема если ребенок ходит в подгузник а не на горшок вот если он пойдет в два с половиной даже то это не страшно ну то есть мне проще заработать на подгузник нежели сейчас тратить свои нервы а я понимаю что я очень сложный человек в этом плане я понимаю что скорее всего это вызовет во мне нервы и я не хочу никак нервничать то есть чтобы Дан не ощущал того что я как-то нервничаю или срываюсь на нем вот для меня это важнее нежели стоимость подгузника и того как на меня посмотрят ходят мой ребенок на горшок или жив подгузник вот